Добрый день, меня зовут Гучин Кирилл, я разработчик спиннингов Nord Stream. Сегодня рассказываю о новой форелевой серии, это спиннинги серии Slender 2 и рассчитаны они в первую очередь для ловли форелей на платных хозяйствах и скажем так для начинающих. Slender 2 это по сути стал даже ближе к Ариатору 1. Вот это очень важный момент, то есть если первый Slender был достаточно дубовый на мой взгляд, то второй именно такой универсальный как был первый Ариатор. Ну а про второй Ариатор я уже расскажу отдельно. Почему именно для начинающих? Собственно говоря два момента, которые я заложил во всю серию. Первый момент максимальная надежность, потому что начинающие обычно делают довольно грубые ошибки, там заводят за ухо, пытаются поднять и так далее и так далее. Вот поэтому критерий надежности здесь у меня достаточно такой высокий. Второе, я попытался сделать максимально универсальный строй, чтобы начинающий мог пробовать ловить практически на все типы форелевых приманок, скажем так. Это и колебалки, это резина, это какие-то воблеры. Ну собственно говоря, там уже от размера фореля, от специфика водоема, он мог бы подобрать себе оптимальный тест. Длины и тесты. Собственно говоря, самый легкий тест это 033, это прям совсем такой ультралайтик, применяется в случаях, когда нужны очень некрупные колеблющиеся блесна и соответственно резина с минимальной-минимальной нагрузки. Скажем так, такой летний вариант, когда на дно нам топить ничего не надо и нужно проводить приманки в верхнем слое воды. Далее тест 055, наиболее универсальный, на мой взгляд. То есть тест 055 позволяет работать во всем диапазоне практически приманок. То есть будь это резина, будь это какой-то даже там воблер, какой-то кренчик, естественно колеблющиеся блесны. Ну и последний тест, самый мощный, это у нас 087. Зачем? Все очень просто. Дело в том, что по осени на некоторых достаточно глубоких водоемах форель геростудна ловится зачастую на довольно крупные, тяжелые колебалки, там 5-6 грамм веса. То же самое можно сказать про крупную резину, потому что такая вот резинка, она весит уже там 3-4 грамма. Плюс голова, чтобы это утопить дело, в общем в сумме бывает получается даже там в районе 6 грамм. Плюс резина обычно такого размера, она довольно упористая, поэтому палку надо брать пожуще. То есть четкая градация у нас такая, 033 лето, 055 универсал туда-сюда и 087 это уже там осень, поздняя, ранняя весна, момент сразу после распаления льда, либо перед ледостовым. Строй, значит Slender 2, у нас был Slender 1, с ним Slender 2 ничего общего по стройу не имеет. То есть спиннинг стал намного более изящный, это чисто именно ариешный спиннинг. В принципе наверное конечно можно подгонять его кунька, там на резинку, там прочее и прочее, но это не его основное значение. Как я уже сказал, в основном это универсализм максимальный и соответственно оптимальная работа на вываживание, так чтобы с одной стороны была какая-то мощность, потому что начинающий на совсем ариешную палку просто рыбу может не вывести нормально, она будет скакать по всему диапазону длины лески, скажем так. Возможность работать легкими весами раз, с другой стороны какой-то камелёчек. Строй у всех спиннингов здесь получается средний, что является на мой взгляд оптимальным именно для новичка. Собственно кольца довольно простые, китайские, вейбовские стоят. Ничего сверхъестественного в косметике нет, максимально все сделано для удобства проводки, для удобства работы. То есть коротенький фор-грип, когда мы вставляем катушку, ну и дальше уже очень короткая рукоятка, потому что веса легкие, то есть второй рукой можно придерживать при забросе, а то и делать обычно одноручный заброс, что в принципе вполне достаточно для форелевой ультралайтовой рыбалки. Ну и отдельно про длины. Значит длины от 6 футов метр 83 и до 6 футов 8 дюймов это 2.03. Собственно говоря, в каждой тестовке есть две длины. Если шестерка это 0.33, 6.1 это 0.55, 6.2 это 0.87. Это для условий, когда не нужен дальний заброс и чем в принципе короче спиннин, тем проще. И вторые три длины это у нас получается 6.6 с тестом 0.4.4, потому что 0.23 сделать как бы на довольно простом материале, а понятно, что Slender 2 это бюджет, довольно тяжело. Следующая длина это 6.7, тестом 0.56. И последняя длина это 6.8 с тестом соответственно 0.87. В теории рассказывать больше ничего не надо, все остальное показывать на воде, так что ждите как только лед растает, сделаем прям серьезную презентацию уже на воде с приманками. Все, всем пока!